Со мной в Лос-Анджелесе, и она меня пригласила. Ая, привет! Привет! Здрасте! Меня хорошо слышно? Тебя хорошо слышно? Супер! Привет всем! Я впервые, на самом деле, мне кажется, делаю лайв в таком серьёзном формате, поэтому надеюсь, что хороший коннекшн. Всё будет хорошо. Доброе утро всем. Добрый вечер, это у тебя утро. В общем, давай я тебя немножко представлю, чтобы всем было понятно, кто ты и откуда. Ещё раз, это девочка, это Айгерим, она живёт в Лос-Анджелесе сейчас, и это мой организатор в Америке. Она в прошлом году нас туда уже один раз вывезла, и вот сейчас мы планировали ещё поездку, планируем в июле, а в августе. В общем, если с вирусом всё будет хорошо, мы в этом году ещё встретимся. Почему я хочу вас с ней познакомить? Потому что я стал приглашать в эфиры людей, с которыми меня сталкивалась судьба, и у которых интересное мышление, которые сумели свою жизнь как-то поменять кардинально, или люди, которые помогают другим менять себя. И вот Ая, она одна из тех людей, которая сильно повлияла на меня в том плане, что я бы никогда, наверное, без неё не попал в Америку. То есть Ая была тем проводником, которая вот пригласила, и на свой страх и риск я приехал, на свой страх и риск. Чтобы вы понимали, я её вот даже лица не помнил, кто такая Ая, потому что мы переписывались только в WhatsApp'е, с аватарками, и всё. И я оказался в Лос-Анджелесе. Поэтому всех призываю совершать поступки, если тебе надо, совершать смелые поступки и кардинально менять свою жизнь. Ая, расскажи, как ты оказалась в Лос-Анджелесе, и где ты жила до этого, и что у тебя там происходило, и почему ты сейчас там? Ещё раз благодарю. В первую очередь хочу поблагодарить тебя за такой приятный отзыв. Хочу представиться. Здесь меня называют Ая, в Казахстане меня зовут Айгирим. То есть при первой же возможности я бы хотела поменять именно Ая, потому что это доступно, это понятно в аэропортах здесь, с американцами это легко, поэтому у меня есть такой маленький совет всем казахам, не только проживающим в странах СНГ. Если вы называете своего ребёнка, старайтесь называть его очень таким понятным и доступным для всего мира именем. Конечно, если у вас есть свои какие-то традиционные моменты, это окей, но это намного облегчит жизнь ребёнка в другой стране. Я живу в Америке пять лет, и в 2015 году я впервые прилетела сюда по программе Work and Travel. Эта программа доступна для всех настоящих студентов. В этом году моя сестрёнка, она планировала, сейчас всё отменяется, поэтому как бы в этом году я думаю, что многих не пустят, потому что уже заезд идёт в мае, поэтому они немножко опоздали с этим. Прилетев сюда на три месяца, поработав здесь и прилетев после в город Лос-Анджелес, я поняла, что я... Мне это нравится, это мой вайб, это моя вообще... Такая приятная атмосфера, и люди, и всё, и я хотела бы здесь самореализовываться. После чего я прилетев в Казахстан, сразу же начала делать документы, и я вам сейчас хотела бы потом очень кратко рассказать девять способов иммиграции в Америке, один из которых у меня... Это не иммиграция, у меня студенческая виза, то есть я изначально сюда летела не с тем, чтобы остаться навсегда. Студенческая виза тебе не даёт права на то, что ты получишь грин-карту, вид на жительство на нашем русском языке. Поэтому... Но для меня это был самый наилучший вариант на тот момент, и мне предоставили кар... Ой, мне предоставили студенческую визу на пять лет. И в шестнадцатом году, в январе, я уже была здесь, долго не думая. Смотри, что человека побуждает изменить так сильно место жительства? То есть это среда, это страна вся, это же очень такой кардинальный шаг. Почему ты на это пошла? Я думаю, что есть такое самоощущение, там даже по хьюман дизайну, кто верит в нумерологию, в астрологию, есть такое самоощущение, когда ты находишься не в своей тарелке, не на своём месте. А есть даже по линии судьбы, переезд какой-то значительный, действительно большой, огромный. Я в это тоже верю, и у меня есть по руке, и по хьюман дизайну, у меня должен был быть переезд, случиться. На тот момент это было... Когда впервые я прилетела в Америку, у меня не было такого интеншн, запроса, что вот я хочу жить в Америке. Есть здесь миллионы людей, которые вот с детства смотрят американские фильмы и просто только живут этим. У меня ни в коем случае такого не было. Я просто танцевала на тот момент. Лос-Анджелес — это просто индустрия танцев, поэтому как бы я хотела прилететь, поучиться, и мой вообще запрос был прилететь обратно в Казахстан и обучить этому нас, наших девочек, чтобы мы были на таком же уровне. Но я, наверное... Когда ты следуешь своей интуиции, просто я прилетела сюда, всё — воздух, люди. И такое дежавю — ты здесь был или ты здесь должен быть, находиться. И когда ты следуешь своему «я», я считаю, что... Ну, тоже не без помощи разных людей. Я обращалась к Игорю. У меня потому что было очень много сомнений. На самом деле это не было настолько спонтанно, потому что я на тот момент числилась в очном образовании в нашем университете. Нужно доказать своим родителям диплом, показать это. Ну, то есть семья у нас на первом месте. И я приходила к Игорю, поэтому я с ним и познакомилась. Это был 2015 год. После моего первого приезда, но уже с целью переехать в Америку, я приехала к Игорю на процедуру, и у нас всего был один час. Ну, то есть мой запрос был именно вот переезд. У меня было очень много страхов поругаться с родителями, с родственниками. И я приезжала сюда, я умудрилась по Work and Travel познакомиться здесь с парнем. И то есть он как-то это поспособствовало. Я вообще... Он был в другой национальности. Я думаю, боже, к русскому мальчику. То есть было очень много вопросов, но я сходила, и когда почистилась, шум ушел, если, да, говорить на духовном языке, шум ушел, осталась я наедине с собой, и я сказала себе, сделай это. А танцами... Вопросы мы не отвечаем, да? Не читали? Сейчас, подожди, подожди. Я сейчас... Ты комментарии не читай, я буду вести сам. А, окей. Танцами Ая занимается уже давно, да? И я, честно, я всегда, когда говорила, я танцую, там, я не понимал вообще какой это уровень. Сейчас вы поймете, насколько это, ну, серьезно, потому что, если честно, я вообще обалдел просто. Сейчас. Если вы помните, это она. Да. Это она в первой строчке на Муз-ТВ. Я вообще обалдел, если честно, в тот момент. Ну, да, это тоже... Это произошло... В прошлом году? Буквально недавно, полгода даже меньше назад. Опять же, когда ты находишься на своем месте, просто все происходит для тебя, то есть во благо тебе. И мне позвонила подруга, которая ходила ко мне на танцы здесь в Америке. Я организовывала здесь танцевальные классы, но это буквально там бывало всегда раз в месяц. Она была из тех людей, которые пришла, потому что мы, русскоговорящие, все равно здесь как-то вместе держимся. И она пришла ко мне на танцы, мы с ней сдружились, соответственно. И после чего она переехала опять в Майами. И в Майами она там через друзей. В Майами эта индустрия тоже очень развита. Она познакомилась с одним режиссером, который говорит, вот мне нужна срочно азиатка. Азиатка на съемке клипа, который будет как певица. И она, конечно, вспомнила меня, она позвонила, она показала фотографии. И все. Мне купили билеты, я прилетела туда. Это было буквально день-два съемочных, и мы закончили на этом. Это было все так быстро, потому что этот трек, не я на самом деле его пою, этот трек, он взорвал на одной какой-то строчке в хит-параде. И музыканты, они из Турции оказались. Я сама только недавно об этом узнала. Оказались из Турции, им нужен был срочно клип. Они обратились вот к этому режиссеру, этот режиссер нашел меня. Получается, я отснялась в этом клипе. И да, и там вот до сих пор очень много... И мы познакомились недавно, кстати, с этими музыкантами, и они сказали, если будут какие-то новые работы, мы тебе сообщим об этом. То есть ты никогда не знаешь. То есть я уже, наверное, года три назад осознала, кстати, тоже другой момент, что я профессионально прям не занимаюсь так танцами. Ну, то есть это нету такого, что я хожу на кастинги или в агентство, у меня нету агента своего. Я немножко ушла в другую сторону, в другое направление. Тоже есть свои причины, я потом, может быть, это расскажу. Там есть такой момент, иммиграция для одаренных людей. Есть такая виза, О1, она называется, когда ты талант-талант, и ты можешь получить грин-карту на территории Соединенных Штатов. Ну, это другой момент и другой вопрос. Поэтому вот, как произошел этот клип. Ты же к нему серьезно не отнеслась, когда было предложение. Даже когда снималась, я так понял, что ты как-то очень легко к этому отнеслась. Ну, это было буквально, типа ты завтра вот вылетаешь, мы тебе купим билеты, и я такая сижу дома. Ну, да, у меня как раз такая депрессия была в тот момент, перед Новым годом, я думаю, у многих переосмыслить жизнь, чем заняться, и хочу куда-то улететь. И я думаю, ну, блин, билеты бесплатные в Майами, они всегда такие, ну, дороже. Я такая думаю, о, окей, и полетела. То есть да, не было. Я даже не знала, что я буду петь. Я думала, что я буду на подтанцовке у кого-то. Потом мне объяснили, что я буду в главной роли. Потом мне сказали, можешь выучить песню? Это буквально за ночь. Мне дали текст, скинули, выучить там. Ну, слава богу, там не так много слов. И я просто выучила и претендовала. Смотри, а с какими проблемами еще сталкивается миграция? То есть вот ты переехала, но, во-первых, еще хотел узнать, знаешь, ностальгия. Что ты с ней сделала? А, проработала с Игорем Кимовым. Потому что... Все пути ведут. Я на самом деле не рекламирую, ну, ни в коем случае здесь этим не занимаюсь. Это... Я переехала, смотрите, в 2016 году. В первую очередь я хотела бы рассказать такой момент. Я... У меня много своих родственников, которые мне задают такой вопрос, как переехать в Америку. Которые от чего-то бегут в Казахстане. Это... Здесь я... Это мое личное мнение опять. Не путайте. Если у тебя в Казахстане же, извини за выражение, и ты там депрессируешь, депрессия, и там своего рода проблемы, ты переедешь в Америку, у тебя будет здесь то же самое, может быть, даже в двойном размере. Ты должен определиться. То есть ты не должен относиться к тем людям. Ну, вот, когда я выйду замуж, тогда у меня будет хорошо. Когда я там закончу учебу, тогда будет все хорошо. Нет. Здесь и сейчас у тебя все хорошо. Когда ты будешь в гармоничных отношениях со своей стороной, это очень важно. Когда ты будешь ее любить и благодарить за то, что она для тебя сделала, тогда у тебя жола аж в другую страну. Тогда у тебя все намного будет, ну, как бы, мягче, скажем так. Потому что у меня, правда, ну, я уже в тот момент, мне было 18-19 лет, я зарабатывала свои деньги. На самом деле, мои родители, может, даже смотрят сегодняшнюю трансляцию, я немножко без разрешения полетела в Америку. То есть я как бы сама сделала себе визу, ну, и потом такая, я лечу в Америку. Они такие, ну, ты же только прилетела, все, успокойся, иди учись. Я говорю, а я уже с универом договорилась, ну, опять же, это не секрет, что можно договориться там. Я говорю, вот я лечу. И был такой момент, что мои родители не поддержали, они даже не знали, на какой срок я лечу. Я чуть-чуть себе сама не сделала эту поездку мягкой, но я понимала, что на тот момент, то есть родители мои мне не разрешат. Здесь тоже другой момент. Многих студентов, то есть мама одна, папа меня любит, замуж надо выходить. То есть ты выбираешь, ты берешь ответственность за свою жизнь, на себя. Это твоя жизнь. Тебе не жить со своими родителями, поэтому выбери сейчас себе, где тебе будет комфортно и твоя помощь будет лучше. Лучше быть в Америке, зарабатывать какую-то сумму и отправлять хоть 100 долларов, да, там 500 долларов родителям, это уже огромная сумма в Казахстане, нежели быть в Казахстане рядом с ними, ну, и сидеть на шее, потому что... И проедать у них 500 долларов в месяц. Да, потому что мы живем в их квартирах, нам тяжело выехать с домашнего гнезда и другие моменты. Поэтому на тот момент я посчитала, что финансовой даже стороны моя помощь и у меня есть сестренка, братишка, в принципе, мне будет выгоднее здесь находиться. Поэтому я просто уехала, мы не разговаривали, я не знаю, сколько там месяцев с родителями, но потом они все равно позвонили, отношения были натянутыми. Налаживать, налаживать, разговаривать, стараться, найти контакт. И это может быть даже не с родителями, то есть это может быть разные моменты, потому что кармически я в это верю, все равно тебе как-то в Америке это даст. И в 2018 году я пригласила своих родителей в Америку. Они прилетели ко мне на месяц, я предоставила им жилье, машину, то есть то, что я смогла им сделать. Ну и, конечно, поменялось вообще в тотал все, когда они увидели, как я живу, что я делаю, что я здесь не наркоторговец или еще что-либо, что я действительно легально зарабатываю деньги и все у меня хорошо, поменялось в корне. И после того момента я начала заниматься иммиграционными бумагами, что в дальнейшем, я надеюсь, приведет меня к тому, что я получу глингарду. То есть трудность в том, что наладить или стараться хотя бы налаживать отношения и свое состояние, будучи на своей родине. И после чего уже думать об иммиграции, потому что это такой немаловажный фактор, который при иммиграции, мне кажется, каждый сталкивается. Если ты вот просто там с таким хейтом и ненавистью летишь в другую страну, я думаю, что все равно как-то кармически тебе это может обернуться. Ну, не учитывая тех фактов, мы тоже будем об этом говорить, политическое убежище, когда действительно тебя там вы гей, лесбиянка, и у вас были сложности проживания на республике нашей, вы переезжаете в более западную страну, и у вас здесь все налаживается. Это другой момент. Но опять же, если в духовном мире все происходит для тебя, все происходит во имя тебя, даже такие моменты. Кстати, вот эти люди, они очень быстро получают политическое убежище, если это действительно фактор. Это даже можно подделать, ну, то есть лесбианство и гей, и получить политическое убежище, грин кард. но я вот скоро тоже, если будет интересно, я расскажу об этом. Как ты устраивалась? Ага, говори. Подожди, а, я вот, потом в 2019 приехал ты, и ты, кстати, это заметил, что у меня есть ностальгия, потому что я, приехав сюда, вы тоже для себя должны решить, ты приехал в Америку, ты будь добр, учи английский язык, учи американскую культуру, чтобы знать элементарные вещи, когда ты открываешь дверь, когда ты открываешь свой рот, здороваешься, не здороваешься, говоришь спасибо, держишь субординацию, держишь расстояние, даже в очередях, то есть ты должен вливаться в эту культуру, потому что есть такая проблема, Лос-Анджелес особенно, он делится на районы, потому что я думаю, это считают те люди, которые не смогли эмигрироваться полностью, которых судьба сюда привела или еще какая-то война, они приезжают, они начинают строить свой город и они живут в нем, не зная английского языка, не зная правил, они просто в своем мире, и там вот ты просто едешь в Корея, ты едешь в Глендейл, где армяне, ты едешь в район Беверли, где евреи, ты едешь туда, ты едешь туда, то есть мне, наверное, понадобилось вот 4-3 года, чтобы я как бы для себя решила и начала учить действительно полноценно английский язык, в плане того, что когда ты заметил, то что я там, я действительно, я ходила в русские рестораны, я ходила в русские кафе, я слушала фильмы на русском языке, да, то есть если у меня был случай, даже встречались мы с русскими, там, русскоговорящей аудиторией, поэтому если ты прилетаешь, ты, я считаю, как бы даже Абай Кунанбаев, мне кажется, об этом говорил, учить ты должен язык, тот, на чьей земле ты, в какой-то степени, чтобы быть на одной волне с этой культурой, то есть не привозите сюда маленький Казахстан, я вижу много Казахов, и это тоже сказывается на их жизни, на их работе, на их развитии здесь, то есть они приезжают с казахским менталитетом и начинают, а вот Казахи так не делают, а Казахи так не живут, а я, ну ладно, и вот, блин, ну зачем ты здесь находишься, тебе, тебе классно с казахским менталитетом, езжай обратно в свою страну и живи там, ну, развивай ее там, то есть нет смысла переезжать сюда, если ты продолжаешь так думать, и вот я помню, с тобой мы были и ты мне озвучил, что мне надо, это может быть даже, что я не простила до конца, да, Казахстан за какие-то моменты и ну там личного характера, и поэтому я тоже с этим проработала, я обратно прилетела в Казахстан, я сходила, моя проработка заключалась в том, что когда крайний прилет мой был в прошлом году, я прилетела, я сходила даже на кладбище, то есть я попрощалась уже более духовно, на духовном уровне с землей, я поблагодарила и сделала свои все дела, и потом благополучно опять вернулась в Америку, меня пустили сюда, и вот со спокойной душой, что я в любви и в благодарности со своей страной, я наслаждаюсь и разрешаю себе, позволяю себе жить в другой стране, без чувства стыда и без чувства долга. Знаешь, я еще что заметил, мигранты, да, вот очень большая разница в том плане, что в основном мигранты, которые переезжают, вот мигрантов в Америке, видно в каком году он переехал, они застревают в том времени, в котором они переехали, 95-й год, он в 95-м приехал, и он так же себя ведет, как в 95-м, они как будто останавливаются в развитии из-за того, что они не знают язык, это вот то, что ты озвучивала, то, что они вот районами как-то живут, это очень странно так, потому что я когда парикмахеру ты меня отправила, и когда она мне сделала косые виски, я понимаю, что косые виски в последний раз были в 91-м году, и я понимаю, что человек, наверное, где-то в 90-х переехал, скорее всего, может чуть раньше даже, может в 80-х, потому что в Казахстане косых висков не делают уже очень долго, и это было очень смешно, я их пытался объяснить, что мне не так надо, и она мне еще выше резала, я думаю, ладно, пойдет так, и она с другой стороны тоже резала. Вот, да. Это правда, есть такой момент, что, ну, я говорю, ты заходишь, даже здесь есть русские магазины, то есть, я не говорю про Нью-Йорк, в Нью-Йорке там еще все, в Л.А. ты заходишь в русский магазин, и будет стоять русская там, или, ну, русскоговорящая, в таком вот синем жилете, который вот в наших странах, а-ля СССР, и она, она говорит с тобой на русском языке, то есть у нее даже не будет мысли, что может зайти американец, когда это очень много вероятно, потому что мы находимся как бы в Америке, и, то есть, и там, типа, Кать, пробей, вот это вот прям в русских магазинах, то есть даже у них технологии вот того времени, ну, правда, указы такие же, как вот в русском магазине, ты заходишь, вот, и даже парикмахерские, это вот прям Шаш Тарас, там, не знаю, Айнура, или Айгирим, прям флешбек такой назад, возвращаешься домой. Ну, и смех, и грех, то есть, как бы, иногда им в это хочется вернуться. Еще у меня такой вопрос, потому что я же все примерял, я, допустим, приехал в Америку, вообще у меня есть такая привычка, в какую страну бы я не приехал, я себя не как туристом, а как бы я бы здесь жил, а смог бы я здесь жить, да? Я примерял Америку на себя, и была такая штука, что я не понял ради чего. То есть, мы здесь, мне кажется, что какие-то вещи в Казахстане уже быстрее произошли. Вот технологически мне казалось, что вот Америка очень должна быть сильно развитая, да? Оказалось, она не сильно развитая страна. Ну, в смысле, то есть, у нас в дорогих кварталах живут круче, чем в Среднем Америке. Я тоже так думала. Я думала, казахи самые крутые, честно, наверное, года два так думала. Казахи самые крутые. Нет, нет, ага. И мы, даже будучи в Америке, что-то, блин, с казахскими понтами не сравнится ничем что. Пока ты с армянами не познакомилась? А? Пока с армянами не познакомилась. Пока с армянами не познакомилась, да. Нет, пока я расскажу две истории. Первая, они короткие. Сравним. Я не гражданин. У меня нет грин-карты на самом деле. В этом году из-за коронавируса за этот месяц я получу 1200 долларов. Потому что я в прошлом месяце, в прошлом году сдавала один раз в жизни в Америке налоги. Один раз. Я получаю, я имею право. Я нелегально, ну, то есть я легально здесь, но я не ситизен, я не гражданин, я не грин-карт-холдер. Я, извиняюсь, а какую сумму ты заплатила налогов? Вот ты один раз платила, сколько ты заплатила? Ну, здесь другая. То есть, если мы считаем, кто считал Роберта Киасаки, и кто знает, да, то есть богатый папа, бедный папа, в этой книге очень подробно об этом описывается. Здесь есть такой момент, я мало заплатила. Ну, вот. Не, ну, просто сумму скажи, чтобы мы понимали. Долларов 200. Ты 200 заплатила, 1200 сейчас уже получила обратно. Да. Ну, как бы я еще, это не только я 1200 получила, то есть, финансово, да, я получила 1200, но помимо 1200, за вот эти 200 долларов, которые я платила за целый год, ну, у меня просто low income, у меня маленькая получка, как правильно, зарплата маленькая. Зарплата. И, когда ты идешь к своему бухгалтеру, это обязательно нужно делать с бухгалтером, она делает расход там, на машину, на газ, особенно, когда ты self employment, как зарабатывают богатые люди. То есть, думаю, что чем он богаче, тем больше налогов платит. Нифига, чем он богаче, тем у него больше расходов. Меньше. Да, и тем меньше налогов он платит. Поэтому он начинает говорить, что о том, что вот этот дом он построил для своих employment, я сделал это, я на газ, я на машину, машина для этого, для бизнеса. То есть, он все свои расходники скидывает на бизнес. Он за это не платит налог, он платит на том, что осталось. И я сделала чуть-чуть то же самое. Я сделала почти как self employment, потому что по моей профессии. Это вот первый момент. А остальные деньги, которые я получаю, это дороги элементарно, дороги в Америке. Ну, то есть, те налоги, которые у нас, я не знаю куда, да, уходят здесь, это все чисто, все красиво, все всегда безопасно. Это, ну, для меня лично, я себя чувствую здесь safe. И вторая история, которую я хотела рассказать. я в этом году работала шофером, месяц. Профессиональным шофером в Лима компании. Это лимузинные компании, это эскалейды большие. Вы, наверное, видели, вот звезд возят, вот эти большие. Я тоже хотела встретить какую-то звезду, а с одной стороны, просто хотела поработать шофером. Я на себя работала эти два-три года. Я хотела на кого-то поработать, вот просто. И что я умею делать? Я умею водить машину. Я люблю водить машину. Я люблю тачки, я люблю там. Ну, я думаю, пойду я с шофером. Я пришла в эту компанию, меня сразу же взяли. Я была единственной женщиной из всех мужчин. Работают одни мужики. Шофер. Это называется Шофер Компани, Лима Компани. И когда я начала возить, то есть туда не сядут обычные люди. Обычные люди заказывают Uber, такси. Лима Компания, это уже high class. Я возила, кстати, на Оскар, на Грэмми, на Сега-Вордс. Ты идешь в аэропорт, ты с тележкой, которая уже будет предназначена для его чемодана, ждешь клиента с его именем. Я не знаю, может в американских фильмах это было. Ты стоишь с его именем, то есть ты не просто где-то ждешь на улице его. Он выходит, он иногда может быть какая-то звезда, он будет писать не свое имя, он увидит твою надпись, он к тебе подойдет, он будет в очках загримированный, еще что-либо. Он подойдет к тебе, скажет свое имя, например, или какой-то номер. Он кладет вещи. Ты идешь туда, в парковочное место, это все я оплачиваю, парковку, воду, напитки у него, снеки разные, и я везу его домой. И вот когда я месяц покатала этих людей домой, я поняла, что наш не один самый крутой дом, даже Назарбаева, не сравнится с тем, что есть на самом деле. Здесь очень-очень загорождено, спрятано, не на показуху. Наши просто не стесняются. Если у тебя есть королевство, они еще сделают так, что изнутри этого королевства будет вываливаться. Они в землю вкапываются, да? А здесь они все прячут. Ты даже не найдешь дороги туда, потому что здесь есть вот эта иерархия, я не знаю, как, но в плане того, что... Классовость. Был богатый район, и может быть, две улицы буквально, и ты не будешь никогда не знать об этом районе. И бедный район, ну, среднего класса, да, район. Поэтому я бы поспорила, я была в таких новых районах, где живут звезды, где живут богатые люди, и просто это... Давайте уточним. Вот у меня дом. Ну, я его снимаю, я его не купила. Он в так себе районе. Так себе дом. По Казахстану здесь у меня три спальни. Один зал соединенный с кухней. он стоит почти миллион, чтобы его выкупить. Миллион долларов. Это сейчас на Америку, если в этом районе моем, это нормальная цена. Дома здесь от миллиона. От миллиона до просто, может быть, 50-100 миллионов. То есть, все в зависимости от локейшена. В Казахстане ты можешь квартиру купить за 80 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, за 100 тысяч долларов. Здесь это твой только первоначальный взнос, такая сумма в Америке. Ну, и в доходах же разница очень большая. В доходах? Ну, я скажу, что многие американцы не могут позволить себе свое жилье. Я говорю про Лос-Анджелес. Если ты поедешь в какой-то штат Мизури, там будет цена, в принципе, как в Казахстане, самая интересная. Но все хотят жить в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе отсюда уезжают американцы. В Лос-Анджелесе собой представляют почти иммигрантов только, потому что американцы сами, они просто балдеют от роста цепь на жилье и просто валят отсюда куда-то подальше. Ну, то есть у них нету такого бзыка на этот Голливуд, на Беверли или на еще что-либо. Я тоже не о всех говорю. Ну, наши вот хотят, не наши, а вообще иммигранты, французы, неважно. Они строятся здесь. А насчет, допустим, нет, средний американец, заработная плата среднего американца 12 долларов в час. Все казахи слышат эту цифру и все, я еду в Америку, буду там официантов. Слушай, ты будешь получать 3000 долларов, окей, 4000, да, 3000 долларов в среднем это выходит, 12 долларов в час. Да, 12 долларов это минимальное сейчас 200 в месяц если отдыхать. Если 22 рабочих нет. У тебя 40 часов в неделю выходит. Вот, из этого ты получаешь 2-3 тысячи. А у тебя жилье будет выходить, ну, то есть, я нет, я считаю, что жилье очень дорого в сравнении с теми деньгами, которые делает средний американец. Ну, мы говорим о среднем американце. Если мы говорим об аренде, вот, например, казах приезжает и, соответственно, у него как бы нету, допустим, той суммы, чтобы выкупить здесь дом. Он начинает арендовать. Арендовать целый дом, опять же, как у меня, да, например, три спальни, зал с кухней и две ванны, два санузла, стоят три с половиной тысячи долларов. Плюс utilities. Utilities это свет, газ, он здесь дорогой, особенно, когда ты арендуешь дом. И, ну, вот, считай, четыре тысячи в месяц. Это за дом. Поэтому, что делают наши еще? Они снимают только комнату вместо всего дома. Комната у тебя будет выходить тысячу-триста долларов ориентировочно. Тысячу-триста. что делают наши? Опять же, они снимают по двое, по 600 долларов. Ну, и, ну, это выбор каждого, я никого не обсуждаю. Да. Ну, опять же, то есть, у всех разные бывают жизненные ситуации. Ну, вот, по 600 долларов они живут в одной комнате, делят там ванну, и еще в другой комнате живут еще двое-два человека, и в зале живут два человека. То есть, я как бы вижу многих иммигрантов здесь, и у меня всегда задается вопрос, ну, сделай подушку безопасности в Казахстане. Ну, как бы, выйди. Все равно, я, например, взяла дом, мне дорого. Я честно признаюсь, у меня сейчас большая часть моих денег входит просто на аренду. На аренду. Ну, опять же, мы говорим о духовности, о всех моментах и проработках с Игорем. Здесь есть такой момент самоощущения. То есть, я себя чувствую хорошо, я себя чувствую, что у меня есть свое жилье. Это моя цель. Я приехала сюда, чтобы я вышла из рамок Казахстана и сделала что-то. Я купила себе этот дом за 2-3 миллиона долларов. Я, ну, как бы, а ты живешь в съемочной какой-то комнатушке, и я скажу просто, я не говорю о тех людях, которые только приехали сюда. Я говорю о тех людях, которые давно здесь живут. Ну, ты никогда не вырастешь. Там, я знаю людей, но опять же, это разные ситуации, разные. Что мне помогло с Игорем? У меня был такой момент, и у меня деньги не приходили, когда у меня было еще чувство долго, что я должна родителям что-то. И самое интересное, что я не скидывала деньги, но у меня было бы умение, вот надо им скинуть, надо им скинуть. И я болела этим, и деньги не приходили ко мне. Я была там, наоборот, в минусе. И когда я сейчас себе сказала, что я себе хозяин, и я буду хорошо жить, и я говорю о том, сколько у меня стоит сейчас ренд, аренда моего дома, без зрения совести, я могла бы пожить в комнатушке за тысячу долларов и остальную сумму, например, скидывать, да, родителям. Но, опять же, мы говорим о себе, и я хочу максимально как-то побыстрее, наоборот, поставить себя на ноги и жить в комфорте, ну и потом уже как бы помогать там или поддерживать. Я извиняюсь, я чуть подкорректирую, объясню, у Ай родители очень молодые, и зачем им помогать, если честно, я вообще не понимаю. Ну, они, в смысле, они работают, они социально успешные люди, да? Да, И я бы не сказал, чтобы они прям нуждались именно в твоих деньгах, и кто тебе эту фигню засадил в голову, скажи? А, Советский Союз, даже если я не не могу делать. Мы, ну как бы, родители на первом месте. Вот, кстати, здесь, ну это, я не знаю, всем известно, на первом месте ты, потом твоя жена, муж, потом твои дети, потом только родители. Так как у меня жены, мужа нет, родителей нет, у меня на первом месте, ой, на втором месте будут родители. Да, семья. Вот. Интересно. Смотри, вот сколько из твоих успешных мигрантов внутри, вот сейчас Лос-Анджелес, сколько успешных, вот, вот они приехали, там 100 человек приехало в Лос-Анджелес, сколько человек находит себя? Или есть люди, которые жалеют, вот, я бы лучше на родину вернулся, зачем я приехал в эту Америку? Жалеют те, кто выигрывает крин-карту. Самое смешное. Кому самый легкий способ, у меня было столько случаев, девочки, которые, я не знаю, они такие, я на Абум, все подавали на грин-карту, я подала в России, там, с какого-то, знаешь, маленького города, там, не знаю, я даже не знаю, таких не знаю, и после чего она такая, вот, я подала там на грин-карту, и я ее выиграла. Ну, и опять же, то есть, не подготовлена с менталитета, она с маленького городка, да, конечно, ты выиграла, она накопила каким-то образом на этот билет, она прилетела сюда, и она просто, что я тут делаю, верните меня обратно, и у меня были, в связи с тем, то, что я объясню, я занимаюсь услугами красоты, у меня очень много клиентов, ну, в плане того, что большой поток русскоговорящих, когда они прилетают сюда, первым делом, они находят мастера, и мастера, в основном, они находят русскоговорящего, поэтому они находят меня, и, то есть, я в день по пять человек, у меня просто контейнерами проходят люди со своими историями, и я удивилась на тот момент, что человек, я выиграла грейн-карту, ну, мне кажется, я вернусь обратно, я просто за твою грейн-карту сейчас, ну, убить готово, Да, 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 поэтому, ну, какой был вопрос, я забыла, а, успешность? Успешность, вот сколько человеку достигло успеха еще теперь, вот, ну, процентном соотношении, или есть прям очень крутые, кто там, А у тебя просто отличается в том, то, что он приобрел жилье, или самореализовался в карьере, или он как бы, Ну, вот у кого, у кого там деньги и, допустим, семья есть, или вот, ну, вот как-то, ну, кто счастлив стал-то, вот, он приехал в Америку и счастливый теперь? Ну, наверное, процентов 50, 60, 50, наверное, которых я конкретно знаю, я подразделяю на ту сторону успешных и счастливых людей, которые нашли здесь пару, или которые приехали с парой и дальше продолжают работать и жить, и своих детей обустраивать, кстати, это я получила 1200, когда у тебя есть ребенок, на каждого ребенка пособие там по 500 долларов, по 500 еще, сверху, и, то есть, я знаю семьи, которые по 5000, по 6000 получили, и они просто, все, мы деньги свои получили, месяц мы еще можем, то есть, ну, потому что еще, как происходит, по американскому закону, во время карантина, если ты арендуешь помещение, 90% иммигрантов его арендуют, да, или 80% громко, они все, сейчас имеют право не платить за аренду, за аренду, закон, меня выселить отсюда, если я не буду платить, никто не может, на федеральном уровне, то есть, будет суд на моей стороне, потому что сейчас критическая ситуация, и landlord, это тот, который имеет здание, который издает бренд, у него тоже есть свои какие-то определенные права, он, если он делает mortgage, это ипотека, он не платит эту ипотеку, но там тоже разные моменты, я решила платить за свой дом, потому что я понимаю, что сейчас не заплачу, через три месяца эта сумма будет не 3,5, 7, математика, да, дружу, 9,9,5, в смысле это все равно себя выдает потом, они тебя потом включат все равно, хозяин, в течение 12 месяцев, да, растянут, просто тебе размажут на год, да, и все, ты можешь заплатить за месяц, но, как бы по закону, в течение 12 месяцев, ты имеешь право, то есть платить, вот, еще вопрос такой, насколько справедливо, мнение такое, что все, кто переезжает в миграцию с парой, потом разводятся почему-то, да, это правда, в России было так, в Казахстане было так, она проезжает сюда, наши девочки, которые замухрышка в какой-то степени в Казахстане, она будет чувствовать себя ухоженной здесь, из-за чистой менталитета, это только, наверное, наши девочки наращивают ресницы, брови, волосы, ногти, и вот этот весь тюнинг лица и всего, девочки из наших стран, бьюти индустрии, очень востребованы в Америке, если ты делаешь ресницы в Казахстане, я начала делать шугаринг здесь, я была хореографом, то есть я была в статусе в Казахстане одном, прилетела сюда, я быстро переобулась, стала шугаринг-мастером, и без зазрения совести я этим занимаюсь, потому что это приносит мне мои хорошие деньги, относительно, опять же, девочки здесь все равно, как бы, еще тот момент, в Казахстане на одного парня, там, 10 девочек, здесь этой истории нет, то есть это, I think it's, как бы, средняя, да? Это тебе-то кажется, вас там меньше. Девушек? Да. Там вообще, в Америке, такая штука, в Америке такая штука, что там женщина выбирает, ты не можешь, я как понял, ну вот, я могла ошибаться, но ты не можешь подойти и познакомиться просто так, потому что, если она что-то, тебя там в суд подадут, что-то, если ты что-то не так сделал, не туда, тебя опять куда-то, и мужчина, он такой стоит и думает, когда она на меня посмотрит? Есть такое. Ну, мне так показалось. Например, в Казахстане, ну, как бы, я себя чувствовала всегда симпатичной девушкой, ну, у меня не было никогда проблем, я тем более была хореографом и танцовщицей, а мы всегда были популярными девочками и в школе, и в университете, но когда я приезжала сюда, моя корона еще видна всем, мисс мира, мисс Азия, просто она мне, она не сходит с меня. Даже элементарно, то, что меня взяли на съемки этого клипа, ну, у нас бы в Казахстане взяли, казашки очень красивые, правда, у нас бы взяли какую-нибудь, правда, соску, затюнингованную всю, там, ботокс, не ботокс, взяли меня, и, ну, вся съемочная площадка для них, я была, как бы, красивой, и для американцев я очень красивая. евреи любят азиаток, кто, евреи, на этом становятся они богатые, и на них, они в принципе говорят, типа, твои глаза, твои глаза, то есть, я не прям азиат для них, но я такой миксованный, с таким менталитетом, плюс я хожу там на кабалу, да, допустим, я говорю, и у них вот просто они на меня смотрят, я не какая-то там китаянка, которые вот, опять же, китайцы, да, тоже приезжают сюда, например, и они вот, китайские, 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 и second generation, только второе, да, поколение, начинают учить английский язык, а родители там даже по фильмам посмотрите, по многим, они, конечно, такой немножко racist, расизм, но это правда там они, вот, наши девочки приезжают сюда, чувствуют себя очень красивыми, очень, это уже не в Казахстане, где ты там, иди чай принеси, мозг не, не этот, здесь начинать за тобой могу, то есть, как бы по-другому на тебя смотреть, ухаживать, потом есть такой момент, когда там, допустим, девочки, упорщицы, или еще что-либо, и они ездят в эти богатые дома, не видят своих мужчин, не видят мужчин, которые на них смотрят, допустим, я говорю, и они проезжают домой, на съемную хату, да, в комнату, смотрят на своего мужа, думают, что я с тобой потеряла, слушай, вот, я заметила, что есть такой момент, потому что мужчине, приехав в Америку, ну, ему как бы нужно догнаться, чтобы выучить язык, не быть грузчиком, да, и с чего-то добиться в Америке, это потребуется время, ну, я думаю, что это все кармически, мы должны были расстаться, ты просто, что-то ты как-то не очень тут, я, я как бы, с моей призмой, я считаю, что это происходит именно, но, по одной из причин, что наши девочки приходят сюда, ты меня не ценил, ты меня не любил, а здесь... У нее карма чистится? Потому что для американцев, ну, допустим, вот, правда, вот мои, допустим, ухажеры, то, что я элементарно, я, допустим, дома приготовлю что-то, и если мы с ним встретимся, я могу додуматься до того, чтобы положить в туго коробку и принести ему и дать попробовать. Я могу утрировать, но для многих это будет... Вау, ну, типа, это круто. В тот момент, что я все равно, особенно вот, даже русские девочки из Казахстана, вот эта восточная, восточная культура, она о многом говорит здесь, и мужчины, они просто себя чувствуют королями, ну, а это и хочет каждый мужчина, и, мне кажется, здесь такая, знаешь, женщины сами виноваты, как, что мужчина стоит, и он боится к тебе подойти. Со мной знакомятся мужчины, везде знакомятся, я могу стоять в магазине и со мной познакомиться мужчины. Это, опять же, говорит о твоих глазах, о том, позволяешь ты или нет, как бы, body language, еще какие-то моменты, но женщины здесь виноваты, американки виноваты, о том, что у нас должны быть здесь стальные яйца у женщин, и я все смогу, потому что, даже вот у меня друг американец, он, я, например, всегда стою у двери и жду, когда он меня ее откроет, и он у нас теряется, можно? Потому что девочки, с которыми он встречался, они считают, ты что, меня принижаешь, почему ты считаешь, что я ниже тебя, что я не могу открыть сама дверь, у меня есть руки для этого, что они начинают как бы сами тягать эти двери в машину, в дом, в квартиру, неважно, а я, нет, я стою и как бы переучиваю, вспомни, вспомни, что ты мужчина, напоминаю им, да. Понятно. У тебя есть еще вопросы? У меня, ну, пока вроде все, пока нету. А сколько у нас по времени есть? У нас еще минут 10, я так предполагаю, ну, может, 7. Есть, я давай быстро тогда расскажу. Давай, давай. Рассказывай, рассказывай. Есть 9 способов иммиграции. Первый, брат, есть фиктивный, есть по любви. По любви, это значит, ты влюбилась в американца, даже будучи в Казахстане. Он тебя, имеет право жениться на тебе и привезти тебя сюда в качестве супруги. Есть такой момент. Фиктивный брак, вы не думайте, что, ну, как бы, Америка об этом не знает. 90% лойеров, адвокатов делают на этом деньги. Они тебе сами найдут мужа, они тебе сами придумают кейс, они тебе все скажут. Это будет стоить около, наверное, 3-5 тысяч долларов. За эти услуги, я сейчас тоже в среднем говорю, займет, но это самый быстрый, один из быстрых моментов получения документов. Политическое убежище, политическое убежище есть асайлум, есть рефюджи, то есть беженец, который приехал сюда уже в качестве беженца, это политические деятели, да, в основном мы все это знаем, там, даже тот же Аблязов. Либо второй момент, когда ты приезжаешь сюда по студенческой визе, по туристической, по другой визе и здесь уже, будучи в Америке, подаешь на политическое убежище. И в том и в том случае, но шансы, конечно, когда ты беженец, беженец, у тебя больше вероятно. Что делают наши страны, СНГ? Политическое убежище, тебе, опять же, Америка об этом знает, адвокаты об этом знают. Что делают адвокаты, они даже могут делать какие-то липовые справки о том, что тебя действительно, там, в таком-то году, либо казахи это делают, там, избили, или еще что-либо, да, и они помогают тебе с этой документацией, делают какие-то справки. Да, некоторые люди сами себя бьют, или там делают какие-то снимки, прилетают сюда, и начинают фотографировать это. То есть все это, это делает, это все процесс, и об этом ты будешь говорить со своим адвокатом. Будь добрый, если ты приезжаешь сюда, это самый некомпетентный вопрос, когда ты спрашиваешь у наших людей, а как ты здесь остался? Не спрашивайте, это бесит, это раздражает, это не нравится, это каждого свое дело. В Америке есть субординация, компетентность, есть вопросы, которые ты не можешь задавать другому человеку, потому что это его история, и, то есть, допустим, у меня, опять же, много клиентов, и я поняла, что чем больше я здесь живу, меня начинает, немножко не нравится, когда наши вот приезжают, и, ой, а сколько ты платишь? Ой, а что ты сделала? А ты как приехала? Есть вопросы, которые ты можешь задать. То есть о политическом убежище скрывает 90% наших соотечественников. Это такой момент, это такой компетентный, если это раскроется, тебя найдут, тебя депортируют, тебя забанят на 10 лет в Америку, тебе не разрешат сюда заезжать. То есть это очень серьезный момент. И ты можешь где-то проболтаться, ты не знаешь, куда выйдет, да, эта информация дальше. Поэтому все стараются, как бы, об этом смолчать. политическое убежище, то есть есть, я опять же сказала, ты можешь приехать по туристической, желательно в первый год сюда приезда подавай, делай это, например, это не значит, что ты враг народа, ты вернешься в свою страну, ты можешь приехать, когда ты получишь гражданство, ты можешь купить билеты опять в свою страну. То есть это забудет, у тебя уже гражданство на руках, у тебя его никто не отберет, наверное. Опять же, политическое убежище будет стоить в размере от 6 до 10 тысяч долларов. Если у тебя было интервью и тебя отказали, тебе нужно будет идти в суд, в суде тебе нужен будет опять адвокат, опять переводчик, или это два в одном, и опять это будет сумма в 2 тысячи долларов каждый его приход, да, с тобой. А он тебе нужно обязательно, без него ты точно не справишься. В первый раз сама не справилась, или даже с ним, второй раз тебе. После этого суда, если тебе отказали, там будет суд на федеральном уровне, есть шансы, но они просто 2%, что ты получишь. Если при первом отказе тебя отказали, вероятность очень маленькая получить дальше. Поэтому что делают, большая вероятность, если ты приедешь в Америку и подашь на ЛГТП, да, извини, ЛГПТ, то есть лесбиянство, геи. Лесбиянство, ага. Даже если ты не являешься там лесбиянкой, геи, тебя могут попросить поцеловаться, да, со своей девушкой, там еще что-то, девочки, там, две подружки лучше приехали, а, ну ладно, и мы на лесбиянок схожи, там, допустим. Что будет проверять твои фотографии, ты должен вместе с этим человеком жить, у вас должна быть одна лесная почта, либо ты пишешь свою биографию, отдаешь это адвокату, и адвокат уже начинает придумывать, что там, в 2005 году ты там, допустим, у тебя был какой-то конфликт с учителем, а ты говоришь на том фоне, то есть это все придумывается. Я не знаю вообще легально, что я так все говорю или нет. Третий способ воссоединения семьи, если у тебя есть родственник, ну там твоя бабушка это не подходит, это в основном супруга, мама, папа, ребенок до 21 года. После чего лотерея грин карты, процент, чтобы все понимали, меньше одного процента получения на самом деле. То есть это шансов вообще мало, да? Ну я вот сколько я здесь живу, 3-4 года, я 3-4 года подаю. Ты можешь всю жизнь подавать и получить в какой-то момент, можешь... Я не знаю, я даже слышала, но на всяких странах, как Армения, Казахстан, что я не могу точно за это говорить, что покупают. Там, кто работает... Нереально вообще. Но я тоже не думаю, что это так. Поэтому процент очень маленький. Рабочая виза очень сложно, но есть варианты. Рабочая виза, если ты в сфере, то есть сейчас мамы, которые меня слушают, да, например, я вам советую своего ребенка отдавать по ИТ-технологии. Даже вот в астрологии читала, что сейчас эра водолея, да, и хищники, те, кто с интернетом дружат и может продать свой продукт через интернет, он будет успешным, да? Какая-то есть в этом закономерности. Отдавайте своих детей, потому что кодирование, наши сейчас люди, которые приезжают, они обучаются этому быстрым курсам и начинают в этой сфере работать, потому что Facebook, Силиконовая долина, Snapchat, это все программы. Здесь у меня очень много подруг, мужья которых прилетели сюда, потому что Snapchat все из Украины, например. Особенно из Украины очень много айтишников здесь. Вот. Айти, технологии вот такого сфера, ну, в смысле, привозите, приезжайте с этими знаниями, у вас будет больше инженеры, возможностей, да, либо биологи, химики, вот что-то вот такое. Если ты няня высшего разряда в Казахстане, то есть тебе сюда никто рабочую визу не дашь, да, или продавец, консультант. Рабочая виза, виза для одаренных людей, я говорила, О1, если у тебя таланты, это, кстати, я тоже удивилась, это все тоже делается, то есть в плане того, что ты можешь сама себя напечатать в казахстанском журнале, допустим, я считаю, что, Игорь, ты можешь подойти одаренным людям. Почему? Потому что это медийные люди, о которых говорили в интернете, о которых говорили, о которых есть статьи в Инстаграме, в Гугле, там еще что-либо. Адвокат это все может приукрасить, сделать это еще обширнее, и если ты приезжаешь сюда, и ты будешь продолжать работать в этой сфере для пользы американского, американской экономики. Потом есть трансфер по визе L1, это получается, когда у тебя бизнес в Казахстане и бизнес в Америке. Есть такие, роды деятельности, когда у тебя на две стороны Америка тебе может дать грин-карту в этом случае, но опять же, если у тебя бизнес действующий, там будут смотреть на твой заработок, сколько американцев работает на твою компанию, то есть, если у тебя компания и работают одни твои эмигранты, то есть, они тоже это рассматривают, ты должен американцем быть во благо, и они тогда тебя за это поощряют. и инвестиция в американскую экономику, свыше миллиона долларов, об этом тоже давно не знают. Когда ты инвестируешь в американскую экономику, там тоже есть свои нюансы, ты можешь получить грин-карту. По-моему, я все. Вот, это было 9 способов эмигрироваться. Круто. Смотри, а время подходит к концу, уже к завершению. Тебе большое спасибо, что ты вообще согласилась поделиться своей историей, потому что это очень важно, я думаю, для многих в интернете. Это не то, чтобы там пропаганда, там давайте поехали из Казахстана, это просто для тех людей, кто, ну, хочет эмигрировать или просто задумывается. Кто-то послушает, скажет, нафиг, мне не надо, мне здесь хорошо. А кто-то, может быть, кому-то это очень сильно поможет. Поэтому тебе большое спасибо, мне очень приятно всегда с тобой пообщаться, и я думаю, что мы в этом году с тобой увидимся. Дай Бог, я тоже так считаю, что мы увидимся, это вам спасибо. Я недавно, кстати, у вас большинство подписчиков казахов, Игорь приезжал сюда, и здесь, ну, как бы, не то, что на вес золота, но человек очень востребован в Америке. Он с одного приезда, я его организатор, он сделал очень, больше, свыше ста человек, прошло у него за две недели. Это у меня был весь калькулятор, и я всех считала. Не только вчера я видела со своей подругой, которая была у тебя на тренинге, я говорила о том, что у меня завтра будет с ним прямой эфир, и я говорю, в какой-то момент это было бы здорово, если бы Игорь жил рядом, здесь, в Америке, там, когда надо пойти к нему, он тебя все почистит, и я говорю, что, духовность в Америке, она очень высокооплачиваема. То есть, за наши тренинги, мы, американцы, они готовы платить не как, допустим, наши, да, что бесплатно. Поэтому, цените, и, потому что у тебя очень большой поток людей, и, опять же, да, им, я думаю, что, особенно к тебе приходят осознанные люди, люди, которые хотят поменять свою жизнь, и одна из, как сказать, one of the way, как ты можешь поменять свою жизнь, это эмигрировать. И это неплохо, то есть, я показала, что я не враг народа, и ничего подобного, нет, просто мы все дитя природы, дитя земли, и поэтому, you never know. И когда ты сделаешь тест ДНК, ты понимаешь, что в тебе вообще просто ДНК, да, столько смеси, столько кровей, поэтому... Ты себе делала? Я нет, я не хочу. Ну, кстати, казахи, большинство, 90% казахов, которые делают, у них Native American, это индейцы, американцы, американцы, которые прям Native American, не белые, проценты всегда 10 Native American наши. Я думаю, через Сибирь мы как-то все взаимосвязаны, а если у тебя, кстати, высокий процент ДНК Native American, ты гражданин американский, ты, то есть, получаешь грин-карту. Это тоже есть форум. Если там свыше 30 или 50% тебе дают грин-карту и вид на жительство. Круто. Классно. Ну, хорошо, здорово. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Надеюсь, было интересно. Круто. Спасибо. Это мне, в общем, очень сильно понравилось. Это было очень содержательное интервью, такое очень наполненное большими смыслами. И скажи, сколько тебе лет, чтобы все просто поняли, насколько ты не по годам развита. 24. Вот. А Ерине 24 года. Я сам обалделывающе. Спасибо. Когда узнал. В общем, тебе творческих успехов, тебе американского чуда и здоровья. я хотела задать вопрос, этот эфир сохранится? Это будет в Ютубе. Это будет в Ютубе. А сейчас у тебя на странице? Он сохранится, да. Да. Все, я услышала. Хорошо. Просто для некоторых людей я, чтобы могла делать ссылку. Хорошо. Все, давай, пока. Пока. Это мне выходить, да? А, я сейчас выйду, да. Все, друзья, пока. Спасибо. Пока, пока. Давай, Спасибо.